С 2015 года Бессмертный полк шагает по району. В этом году акция, которая стала легендарной и объединила миллионы жителей со всей страны, отмечает юбилей. Последние два года Бессмертный полк, как и другие мероприятия, проходил в режиме онлайн. В этом году он вновь вернется на улицы поселений. Бессмертный полк – акция, которая сразу полюбилась жителям района. Она прошла в поселениях впервые в 2015-м. Уже тогда в ней приняли участие сотни человек. Распечатав фотографии своих родственников, отцов и дедов, жители вместе прошли по улицам поселений района, отдав дань памяти героям, которые ковали великую победу. На время пандемии Бессмертный полк, как и другие мероприятия, ушел в сеть, но интерес к нему не ослабел. Число жителей, которые с года в год принимают участие в этой акции, лишь растет. В 2022-м улицы поселений вновь наполнят героя Бессмертного полка. Фото тех, кто погиб на фронте, кто трудился в тылу и кто отдал свои жизни за победу в 45-м, вновь станут частью Большой реки памяти. У меня папа участвовал в войне. Дядя мой, папин брат тоже участвовал в войне. Так что есть у нас есть кого поминать. И пойдем, конечно. Слава Богу, что есть у нас такой праздник, который можем помянуть своих родных, пронести их по наших улицах. Поэтому я рада, что такой праздник есть у нас. Ну как, насколько важно. Это наша память, это наша история. Как без этого? Я считаю, что это важно. Во-первых, это память о погибших, о память об участниках Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что это нужно. Подготовка к празднику начинается. Скоро улицы поселений, дома и учреждения украсит праздничная атрибутика. В Нижневартовском районе готовят большую программу торжественных мероприятий с учетом эпидобстановки и погодных условий. Эдуард Шарапов, Алена Новик, телевидение Нижневартовского района, Излучинск. Специально для Игра-24.